Овощи и фрукты как будто с домашней грядки. Зелень, мясные и молочные продукты от частного производителя. Копчености, привезенные из Польши и Украины. Многие из горожан периодически покупают эти продукты питания вне пределов рынка. Правда, мнения о правильности таких покупок расходятся. Ну хорошо, господи боже мой, пусть люди торгуют. То есть вы считаете это нормально? Нормально, потому что там у нас не хватает места. Во-первых, во-вторых, грабительские платы за место и так далее. Поэтому люди вынуждены так делать. Нет, таких не покупают. Только покупают там, где вот магазины, чтобы было даже еще и плюс упаковано фабрично или в производстве. Потому что все-таки бы хотелось бы сказать, что у нас еще гигиена не на этом уровне находится. Смотри, что, есть и фрукты, да, а есть и вот такие продукции какую-то там молочную, там это нет. Иногда бывает, да. Не боитесь? Что бояться? Это действительно антисанитария, поэтому мне кажется, это надо пресекать. У представителей санитарных служб позиция на этот счет жесткая. Проблема торговли в неустановленных местах есть и с ней надо бороться. Но пока есть спрос, будет и предложение. Я настоятельно не рекомендую покупать продукты питания в местах неустановленной торговли, в местах незаконной торговли. Приобретая продукты в таких местах, вы рискуете заболеть, рискуете здоровьем своих близких. Пищевые продукты со стихийных рынков не проходят ветеринарную и санитарную проверку. Продавцы зачастую не соблюдают правила личной гигиены. За качество продукции ответственности никто не несет. Поэтому главная цель мобильной группы, в которую входят представители санитарной службы и районной администрации, провести разъяснительную работу и предотвратить повторные нарушения правил торговли. В случае выявления фактов решения торговли неустановленных в местах юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями, специалистами Центра генепидемиологии принимаются административные меры и такие лица привлекаются к административной ответственности. Наша задача, чтобы торговля велась в установленном месте, то есть на рынке, где есть предприятие, которое отвечает за качество продукции, которое предоставляет торговое место и продукция выложена должным образом. За нарушение правил торговли на продавца составляется административный протокол. Минимальное наказание по решению комиссии – предупреждение. Максимальное – штраф до трех базовых величин. Для тех же, кто хочет торговать законно, администрация Ленинского района создает специально оборудованные торговые места. Такие места оборудованы в микрорайоне Речица, в микрорайоне Дубровка, на улице Красногвардейской, 95. И в этом году мы оборудовали такое место для жителей микрорайона Задворцы на Старозадворцкой улице возле Вомрада. Хватает мест для официальной торговли и на центральном рынке. Купить абонемент на право продажи своей продукции для пенсионеров можно за 1 рубль 17 копеек. В точках наиболее бойкой торговли стоимость немного дороже. Нет, ну пошли в кассу, купили. Тут с утра, на выходные дни только посложнение, а так нормально. В принципе, да. Я плачу всю зиму, чтобы здесь было место, когда я ничего не продаю. Ну, где хочешь, это, конечно, сложно, потому что уже места заняты там. Малый рынок, скажи. А так, чего? Да тут место. Отлично, спокойно. Пришел и занял, и сел, и сиди, торгуй. Наше здоровье в наших руках. Покупатель сам вправе решать, какой способ приобретения товара его больше устраивает. И задать себе вопрос, готов ли я рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких ради копеечной выгоды. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.